К этой минуте, по данным властей ДНР, ополченцы почти полностью контролируют бывшую воздушную гавань и не сообщают, что в местах дислокации украинских силовиков найдено запрещенное международными конвенциями оружие, в том числе американского производства. Станислав Бернвальд передает с места событий. Еще накануне между сторонами конфликта было достигнуто соглашение. Военные ДНР дают остаткам украинских войск покинуть терминал по белому коридору, гарантировав тем самым безопасность отступающим частям украинских войск. Однако всю ночь и все сегодняшнее утро в районе аэропорта шли ожесточенные бои. Казалось, отступать украинские военные просто не собираются. До Донецкого аэропорта менее километра. Сейчас представители ДНР во главе с премьер-министром Захарченко и украинская сторона находятся здесь. Пока диалог не получается, местами даже стороны переходят на крик. Несколькими днями ранее в Донецк приехали представители украинской армии. Было принято совместное решение. Военные покидают территорию разрушенного аэропорта. Однако сегодня, когда представители ДНР и ВСУ уже вплотную приблизились к терминалу, украинское командование дало задний ход всем достигнутым договоренностям. Вот как только закончится стульм терминала, мы прекратим тут же стрелять. Ну а какой-то, о коридоре, о каком-то есть разговор, может, чтобы вывести бойцов, чтобы прекратить... Простите, а что вы задаете такие вопросы? Почему вы должны отступать с нашей земли? Мы не будем когда отступать. Представители ОБСЕ, которые сегодня собирались войти на территорию аэропорта для проведения мониторинговой миссии, в последний момент изменили свое решение и на крайнем, перед терминалом, блокпосту, развернули машины в обратную сторону. От самого аэровокзала практически ничего не осталось. Многотонные металлические конструкции полностью сложились. Часть здания рухнула, а находившаяся над ней часть крыши просела. От падения ее удерживают только оставшиеся стоять фланговые части корпуса терминала. В очередной раз украинская сторона официально призналась, что она не может контролировать остановку огня. То есть это не наша сторона не может контролировать. У нас ребята привыкли четко выполнять приказы. Сегодня же в 17.30 по московскому времени прошла информация. Аэропорт уже полностью находится под контролем армии ДНР. До Донецкого аэропорта менее километра. Сейчас представители ДНР во главе с премьер-министром Захарченко и украинская сторона находятся здесь. Пока диалог не получается. Местами даже стороны переходят на крик. Несколькими днями ранее в Донецк приехали представители украинской армии. Было принято совместное решение. Военные покидают территорию разрушенного аэропорта. Однако сегодня, когда представители ДНР и ВСУ уже вплотную приблизились к терминалу, украинское командование дало задний ход всем достигнутым договоренностям. Вот как только закончится стульм терминала, и мы прекратим тут же стрелять. Ну а какой-то, о коридоре каком-то есть разговор? Может, чтобы вывести бойцов? А, чтобы прекратить... Простите, а что вы задаете такие вопросы? Почему вы должны отступать с нашей земли? Мы не будем когда отступать. Представители ОБСЕ, которые сегодня собирались войти на территорию аэропорта для проведения мониторинговой миссии, в последний момент изменили свое решение и на крайнем перед терминалом блокпосту развернули машины в обратную сторону. От самого аэровокзала практически ничего не осталось. Многотонные металлические конструкции полностью сложились. Часть здания рухнула, а находившаяся над ней часть крыши просела. От падения ее удерживают только оставшиеся стоять фланговые части корпуса терминала. В очередной раз украинская сторона официально призналась, что она не может контролировать...